Дом с 1941 года на бутовом фундаменте. Это камень, залит бетоном. Дом из бревна, но обыкновенный сруб, то есть выполнен ручной работой. Владелец дома обратился по причине больших теплопотерь. Когда мы приехали уже на объект, увидели, что мансарда, крыша кровли была изнутри вскрыта. И, соответственно, было понятно, куда уходит тепло. Утепления не было. Ну и появились мысли о его реконструкции. Также у владельцев дома была проблема с полом. То есть снизу, как они подразумевали, где-то идет холодный воздух проходит. Особого труда нам не доставило залезть в погреб и посмотреть. То есть некачественно было выполнено утепление цоколя по периметру. То есть где-то, да, они сделали хорошо, там пенопласт шел, но вот они мало уделили самому нижнему венцу. То есть нижний венец, скорее всего, он и был виной вот этого вот воздуха холодного с улицы. Это в минусовую погоду. Также со стороны веранды тоже было некачественное утепление. Также задача предстояло оценить, в каком состоянии находится вот это вот, ну вот это бревно. На наше удивление все венцы, все прогоны полностью были уже в таком плачевном состоянии. То есть вот прогон и лаги, вернее, не венцы по периметру, а вот именно прогоны и сами лаги. Они из бревен где-то на 300. Вот они были гнилые. То есть буквально на третью часть бревна. То есть их все надо менять полностью. Вот. Будет глобальная такая переделка этого пола. Когда уже на место мы приехали, обговорили фронт работ. Пол у нас остался на последний. Допустим, мансарда там, ну, расстояние между бревен метр. То есть нам пришлось, чтобы утеплить мансарду, добавлять стропильную часть. Это по центру. Мы также выполнили вентзазор 50 миллиметров, который нужен кровли, чтобы вентиляция была. Поставили мембраны диффузионные. Также мы снизу поставили пароизоляцию. То есть и даже сделали маленький такой небольшой вентзазор тоже. Реконструкция вообще сложное дело. Лучше построить новый дом, чем что-то восстановить. На данном доме много неровных углов, завалов. То есть это все приходится с этим работать. Некоторые вещи исправить нельзя. Потому что они, если я сделаю по уровню, они будут уже смотреться криво по отношению уже к другим строениям этого дома. То есть приходится как-то серединку наполовинку делать визуально. Чтобы визуально смотрелось красиво. То есть нельзя некоторые вещи здесь делать ровно. Вот это минус реконструкции. Ну и сам процесс работы затягивается. То есть изначально я оценил работу на две с половиной недели, как это я видел. А столкнувшись с новыми трудностями, с дополнительными работами, вот с этой сложностью, мы потеряли в общей сложности уже, грубо говоря, месяц. Визуально мы, да, сделали ровно. Есть какие-то определенные нормы, то есть отклонения, которые мы, допустим, бы не стали уже делать там вот чистовую отделку. Данный дом подходит под все эти вот нормы. То есть нигде ничего со временем не завалится и не будет уже растягиваться. Причиной этих неровностей является основном то, что раньше не было инструмента электрического. Люди пытались все делать топором, ровняли как могли. Ну и, конечно же, время дает какой-то свой отпечаток. То есть какие-то есть завалы. Если даже что-то где-то будет вестись, то не будет никаких проблем. То есть вот как мы сделали, в таком состоянии должно остаться. Соответственно, мы поняли, что нужен маяк. Мы его на подвесы крепили. Мало ли, вдруг будет распирать, либо еще что-то. Какие-то просадки в бревне. Ну, бревно есть бревно. Что касается фасада. Владелец дома хотел утеплить в 5 сантиметров. Но так как здесь большой был завал, ну, грубо говоря, сантиметров 8 под десяточку, мы решили утеплить нижнюю часть. Вот где-то вот по эту часть мы утеплили в пятерку и заполнили все под маяками все пространство. И уже вверху утеплили десяткой. То есть вот как вот максимальный, в общем, пирог получился максимально утепленный. Также был монтирован вентозазор. Это 2,5 сантиметра. Чтобы имитация бруса не прикасалась к мембране. А затем, так как я узнал, что вот этот участок и весь этот поселок, он довольно-таки близко к грунтовой воде. Тем более по весне вообще. Не стали мы на гвозди монтаж, как это стандартно делаем, а решили прибегнуть к саморезам. То есть чтобы уже надежно держалась она крепко. Утепляли каменной ватой не ниже плотности 35-й, 37-й даже. Также наша задача состоит в том, чтобы не отклониться от оригинальной отделки. То есть изначально здесь именно в таком вот формате была сделана отделка финишная. То есть вот эти линии идут горизонтально, а вот эта часть идет вертикально. То есть мы так все и оставили. Дальше будут покрываться красками на аквасной, которые не закупаривают дерево, а которые просто дышат. Про пирог данного фасада получился у нас, значит, это сруб. Затем идет маяк на подвесах, промеж маяков и под ними утеплитель заложен, минеральный ватт на базальтовой основе. Шла мембрана диффузионная, чтобы все эти пары там отводились, какие будут конденсат, не знаю. И уже вензазор 25 мм, чтобы не было соприкосновения самой имитации бруса с мембраной. И уже по вензазору мы пустили на саморезы, монтировали имитацию бруса. Как будет работать этот пирог в дальнейшем? То есть если в доме будут топить и какие-то точки росы будут образовывать конденсат, конденсат будет благополучно вентилироваться вот в этих вот каналах. Капельки будут собираться на мембране и, соответственно, будут выдуваться. Вся конструктивная часть данного пирога внутренняя, она обрабатывалась антисептическими растворами. Также этого утепления достаточно с учетом того, что мы утеплили, с учетом того, что у нас бревно 25-30. Этой толщины будет достаточно, чтобы никаких точек росы не появлялось. Так как бревно уже дом старый, оно сильно сухое. Соответственно, в нем есть большие щели. По нашему мнению, эти щели лучше заделать пеной, так как пена туда углубится дальше, чем я забью джут. Ну, конечно, можно и джутом, но пена, по моему мнению, более эффективнее будет. То есть все щели, которые были визуально видны, запенивались пеной монтажной, которая расширяется до 3-2 раза. То есть, соответственно, мы вообще все мостики холода, можно сказать, заблокировали. Мы находимся внутри дома. Можем видеть эти стены из бревна. Цвет уже временем такой получился. То есть дерево никакими красками не обрабатывалось. То есть оно вот именно со временем стало иметь такой вот цвет. Несмотря на свой возраст, данный сруб очень крепкий. То есть это даже вот на ощупь ощущается его вот крепкость. Что касаемо отделки мансарды. Пирог сверху вниз. Был смонтирован вензазор 50 миллиметров, мембрана, затем утеплитель, затем пароизоляция. И под фанеру также смонтировали, чтобы не повредить пароизоляцию, маяк. И получился как дополнительный вензазор уже внутренний. Фанера у нас является уже финишным чистовой отделкой. Надо будет все это дело пройти вибромашинкой шлифовочной. И, соответственно, где-то что-то подгерметить. Маленькие микрощелки. И все это дело будет краситься. Здесь трудность была, так как пол тоже был. Расстояние балок было метр, где-то было больше. Соответственно, все было разное, и толщина была разная. То есть пол был кривой. Наша задача была сделать идеально ровный пол. То есть мы все это делали периметр лазерным уровнем отстрелили. То есть у нас получился ровный квадрат. Затем мы монтировали доску 150 на 50, чтобы создать прочную такую основу под фанеру с определенным шагом. Ну и уже на доску мы монтировали саму фанеру. Фанера у нас сюда идет 18 миллиметров. То есть этого будет достаточно для крепкого пола. У фанеры нет идеальных сторон. То есть первый ряд ты выгоняешь, она ровная. Но когда начинаешь складывать эти кубики, то есть каждую сторону приходится ровнять. Все, что связано с реконструкцией, это вот основная задача все подгонять, ровнять, выравнивать. Это занимает большую часть времени. В процессе реконструкции, если вы действительно хотите сохранить воспоминания какие-то, либо вот это вот старое время, когда вот именно в то время выглядело именно так, какие-то вот вас воспоминания куда-то будут носить. Но один большой минус – это ее трудоемка. То есть работы очень много с реконструкцией, с восстановлением. То есть постоянно приходится что-то до ума доводить. То есть вот не просто взять и поставить дом. С нуля это легко. А когда у тебя уже есть ветки, как говорится, временем, уже маленечко искривленный дом, то есть его сложнее намного восстановить. На это время уходит дольше. Субтитры создавал DimaTorzok